МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА АПЛОДИСМЕНТЫ В эфире Гомель и это студия на Пушкина 8. Жизни Гомеля и области в лицах и комментариях. Все самое интересное в ближайшие 40 минут, как на ладони. Весть о том, что после 1 июля жилье, не имеющее собственника, станет арендным, подтолкнуло многих заняться отложенной в долгий ящик приватизацией. Тут и выяснилось, в процессе, который начался более 20 лет назад, до сих пор немало нюансов. Сегодня постараемся расставить все точки над И. Итак, мы начинаем. Я с удовольствием представлю гостей программы. Генеральный директор государственного объединения ЖКХ Гомельской области Дмитрий Сгурский. Дмитрий Алексеевич, рад видеть. Добрый день. Заместитель генерального директора государственного объединения ЖКХ Гомельской области Олег Спиридонов. Олег Викторович, здравствуйте. Адвокат юридической консультации железнодорожного района города Гомеля Наталья Третьеникова. Наталья Викторовна, рад видеть. И начальник Гомельского городского филиала республиканского унитарного предприятия Гомельское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру Игорь Корсак. Игорь Степанович, здравствуйте. Итак, приватизация жилья. Тема не новая, все же будет не лишним озвучить буквально тезис на что за процесс такой, приватизация. Ну, приватизация, как мы понимаем, в свое время весь жилищный фонд находился в собственности государства и, соответственно, приватизация, это передача, процесс передачи в собственность непосредственно нанимателям, гражданам Республики Беларусь, в собственность для распоряжения жилищного, соответственно, фонда, который на сегодняшний день ими занимается. А мне подсказывают, у нас есть дополнение из зала, слово эксперту программы, доценту кафедру экономической теории и мировой экономике Гомельского государственного университета имени Франциска Скорины, кандидату экономических наук, Евгению Запуднюкову. Евгений Александрович, добрый день, рад видеть вам слово. Добрый день. Ну, процессы приватизации, на самом деле, это не что-то новое такое, да, действительно, у нас идут более 20 лет. В других странах мировой опыт показывает, что это тоже было, вместе с тем, и, наверное, переход к арендному жилью тоже не стоит бояться таких процессов, потому что арендное жилье имеется и в Англии, и в Германии, и во Франции, то есть и наряду с непосредственно частными собственниками. А если говорить о процессе приватизации в Беларуси, как понимаю, начался он в далеком, уже далеком 92-м, не так ли? Да, все верно, он начался с 92-го года, и, по сути, в этом процессе можно выделить еще несколько этапов, да. Первый этап – это непосредственно, когда процессы приватизации только начались приблизительно, 92-е, 95-е годы, 96-е, 2000-е – это второй этап, ну и непосредственно третий этап – это 2000-е годы, уже 2001-й, 2010-й. Уважаемые гости, сколько на данный момент неприватизированного жилья и в Беларуси, ну и, конечно, в Гомельской области? Процент небольшой. Ну, в среднем в республике более 90% приватизированного жилья, он колеблется в разных областях, в частности, в Гомельской области приватизированного жилья уже 92%, вот, а в процент неприватизированного жилья входит в том числе то жилье, которое не подлежит приватизации, то есть в эти 8% входит жилье арендное, социальное и в том числе коммерческое сюда же входит и общежитие. То есть, по большому счету, цифра, о которой стоит говорить, это в районе 5% от всего жилфонда? Да, порядка 5% или до 5%. Какие гарантии и бонусы дает приватизированное жилье? Приватизированное жилье, конечно, дает ряд бонусов. Это прежде всего то, что гражданин покупает это жилье, приобретает его себе в собственность. Впоследствии он имеет полное право распоряжаться этим имуществом, этим жилым помещением, то есть имеет право на отчуждение, дарение, продажу этого имущества, поэтому бонусы здесь очевидны. И все же, если говорить о минусах, с которыми могут столкнуться граждане, которые живут на неприватизированных квадратных метрах, в первую очередь, это какие? Ну, минусы это как раз таки то, что за данное жилое помещение, поскольку после 1 июля 2016 года оно перейдет в разряд коммерческого жилого помещения, гражданам необходимо будет, кроме коммунальных платежей, оплачивать также дополнительную плату за пользование жилья коммерческого назначения. Опять же, граждане не имеют права распоряжаться этим жильем, передавать по наследству, оставлять своим детям, либо каким, либо иным, то есть обмен, отчуждение. И все-таки эксперты говорят, что не стоит бояться арендного жилья? Ну, может быть, бояться и не стоит, но, на мой взгляд, все-таки лучше проживать в собственном жилье, чем в арендном жилье, потому что, опять же, там все будет регламентировано договором аренды. Если гражданин, опять же, не оплачивает належащим образом даже плата за арендное жилье, он в более короткие сжатые сроки может быть выселен в судебном порядке быть, опять же. И все же нужно понимать, что никто сегодня не может гарантировать, какая стоимость арендного жилья будет в будущем? На сегодняшний день предусмотрены коэффициенты, понижающие для той категории граждан, которая проживала, например, ранее в служебном жиле, теперь, соответственно, в коммерческом. И на сегодняшний день такой же механизм будет предусмотрен для тех граждан, которые, скажем, не приватизируют в основном сроке своей квартиры. Этот механизм пока действует, то есть здесь действительно не стоит пугаться, потому что суммы пока незначительные, пока действует этот нормативный документ. И в дальнейшем все-таки еще для категории граждан, скажем так, социально незащищенных, то есть предусмотрены также другие варианты перевода этого жилья не в коммерческое, в том числе в социальное. Это очень узкий круг лиц. Стоит понимать, не все жилые постройки сегодня можно приватизировать даже при большом желании. Совершенно верно. Есть определенные ограничения в части приватизации определенных жилых помещений. И, как уже мы говорили, социальное жилье не подлежит приватизации, не подлежит приватизации жилые помещения в общежитиях. Есть соответствующие ограничения. Много разговоров сейчас вокруг так называемого служебного жилья. Как таково служебное жилье на сегодняшний момент перестало существовать. Действительно, ранее служебное жилье, вернее, жилье имело такой статус, как служебное жилье. Когда-то его можно было и приватизировать. И, соответственно, его можно было приватизировать. Но с 2015 года служебное жилье приведено в разряд коммерческого жилья или арендного, так называемого. Ну, я хотел бы еще дополнить, что все-таки на сегодняшний день арендное жилье или коммерческое, или то жилье, которое было переведено и ранее было служебным, на сегодняшний день отдельными категориями граждан может быть тоже приватизировано. Это касается всех граждан, которые на момент перевода их в арендное или коммерческое жилье, соответственно, прожили там более 10 лет и, соответственно, имели право на приватизацию. Ваши отношения к процессу приватизации именно с таким вопросом на днях на улице областного центра вышла наша коллега Юлия Борисовец. Давайте посмотрим, что из этого получилось. Внимание на экран. Ты даешь себе гарантию на жизнь. То есть это уже твоя квартира, никто ее не заберет у тебя. Почему? Потому что был момент такой очень в жизни моей случилось, что я только приватизировала однокомнатную квартиру, а у соседей напротив была трехкомнатная. Там очень родственники ругались, ругались, и в конечном счете ее забрало государство. То, что дают сейчас на арендное жилье, это тоже очень прекрасно. Потому что, ну, в основном, знаете, как молодежь ведь нуждается сейчас в жилье. Мы хотели бы продлить, мы не успели. Ну, стараемся, пытаемся. Сейчас вот будем подавать заявление на приватизацию. Раньше государство давало, люди получали это все бесплатно и прожили уже столько лет, чего его приватизировать. Они уже туда вложили и в капитальный ремонт, и во все в это жилье. У человека всегда есть какое-то чувство собственности, поэтому нормально. Неоднозначно. Дело в том, что само по себе прекращение действия этих приватизационных чеков в жилье, ну, мягко говоря, оно не совсем законно, потому что по логике они должны быть, они должны действовать вечно. До последнего их использования. И то, что прекратит, это ведь для тех, кто не воспользовался ими, ведь это огромные траты. Очень большие деньги придется, особенно сегодня, сейчас, в кризисное время, это вообще, это катастрофа. Для тех, кто не, ну, по каким-то причинам, может, ленности, может, незнания, может, там, авось, да небось, вот, как бы там ни было, я считаю, что эти чеки должны продолжить свою жизнь. Ведь мы прописали в Конституции, что собственность, приобретенная законным путем, охраняется государством. Это же собственность. Ну, так и давайте его охранять, а не отбирать. Ну, до 1 июля, может быть, еще срок, ведь они продлили на год. Было раньше до 1 марта 2015 года, потом продлили до 1 июля 2016 года, потому что моя соседка приватизировала, она еще вошла в этот. Ну, сейчас, мне кажется, уже мало квартир осталось неприватизированных, очень мало. У всех, кто хотел, уже принял какое-то решение, приватизировал свое жилье, а у некоторых есть еще шанс, вот, оставшееся время, я думаю, что это подтолкнет их более к каким-то действиям. В эфире Гомель, это студия на Пушкина 8, и мы продолжаем. Итак, уважаемые гости, ваши короткие комментарии. Игорь Степанович. Ну, я считаю, что мнение люди высказывают правильно, что, конечно, жилье необходимо приватизировать. Все-таки частная собственность есть частная собственность. Олег Викторович. Ну, люди правильно говорят, что тот, кто хотел, наверное, тот уже приватизировал. И все-таки вот этот указ, поставив рамки по приватизации, наверное, все-таки стимулировал большинство граждан, которые решили все-таки в последний момент обратиться. И вот, проведя анализ обращений по приватизации, в январе у нас было, например, 400 обращений по области, да, то уже в апреле этого месяца это было 700. Действительно, те, кто оставляли в долгий ящик процесс приватизации, все-таки задумались. Все-таки приняли решение, да. Задумались и приняли решение стать собственником. Итак, зрителям напомним, 1 июля завершается процесс подачи заявлений на приватизацию жилья. По каким правилам проходит эта процедура в Беларуси? Соответственно, определено нормативными документами порядок. Самое главное, что сначала желающие приватизировать должны собраться в своем семейном кругу и определить, готовы ли они приватизировать на тех условиях, которые сегодня, соответственно, действуют. А для первого это надо согласие всех, соответственно, проживающих, зарегистрированных в данном жилом помещении. Хорошо. А как быть, если пятеро из имеющих право на эти квадратные метры согласны четыре, а один против? Наталья? Ну, к сожалению, действующее законодательство предусматривает, что именно все совершеннолетние члены семьи жилого помещения должны дать свое согласие на приватизацию. Наверное, нужно использовать какие-то методы убеждения, как-то приходить в семье к какому-то компромиссу. Конечно, существуют какие-то частые конкретные ситуации и другие случаи. Например, когда один из собственников находится за границей, как его искать и уговаривать? Например, когда один из членов семьи нанимателя, который имеет право на это жилье, на пользование, владение этим жильем, он давно уже уехал, находится где-то даже за пределами Республики Беларусь, либо в другой области, он имеет свое жилье и он фактически не нуждается в этом жилье, но каким-то образом не дает согласия на его приватизацию. В таком случае гражданин может обратиться за судебной защитой и в установленном законном порядке признать этого гражданина, утратившим право пользования и владения данным жилым помещением. Всегда, в общем-то, можно найти какой-то выход из ситуации. Дмитрий Алексеевич, первый шаг сделан, заявление написано. Куда двигаться дальше? После того, как заявление все согласия дали, то надо обратиться в организацию, которая владеет данным жилищным фондом и подать туда заявление. Это самое первое. То ли это организация коммунальная, на балансе которой или на обслуживание находится жилищный фонд, либо это организация республиканской формы собственности. Но в основном это отделы в кожурупах, не так ли? Ну, в большинстве случаев, за исключением тех жилых домов, которые находятся на балансе ведомственных организаций. Это различные. Для примера, это тот же Гумсельмаш, там когда-то у него было на балансе достаточно много жилья, либо в системе образования есть жилье и так далее, и так далее. Ну вот, соответственно, обратиться туда с заявлением, подать, зарегистрировать соответствующее заявление. В течение месяца после этого соответствующие исполнительные органы местные обязаны принять решение, либо разрешение на приватизацию, либо в отказе на приватизацию данного жилого помещения. Соответственно, после этого уже с решением необходимо оформить нотариально договор купли-продажи, после чего, соответственно, зарегистрировать данную сделку в органах регистрации. В органах регистрации. Ну, конечно, еще есть и промежуточные моменты, когда необходимо соответствующую оплату в размере 10% внести. Первый взнос. Да, соответственно, да. Предъявить, есть, конечно, обязанность предъявить определенные документы при подаче заявления, при принятии решений. То есть процедурные моменты, они присутствуют. И в отделах приватизации все эти моменты говорят, дадут памятку. И подскажут тем, кто сомневается в любом вопросе. Игорь Степанович, до 1 июля остается не так много времени, очередей в службах, которые задействованы в этом процессе, нет. И что для этого делается сегодня? Ну, на сегодняшний день нет очередей, именно конкретно, скажем, по вопросам приватизации. Да, вообще нет очередей. Наша служба работает, это государственное агентство по регистрации, в целом по области, работает в таком графике, в режиме работы с 8 утра до 20 вечера. Это в рабочие дни. Также работаем в субботу с 9 утра до 6 вечера, без обеденных перерывов. Людей достаточно, скажем так. И даже несмотря на то, что до 1 июля не так много времени, по большому счету такого ажиотажа не наблюдается? Нет, не наблюдается. Мы, как уже здесь сказали, мы ставим финальную точку. Наша служба ставит финальную точку в процессе приватизации жилья. Это регистрация, регистрация собственности. То есть мы регистрируем договор. Работу эту мы выполняем. И в течение суток, скажем, это вполне реально наши специалисты делают. Поэтому проблем никаких не наблюдается. Олег Викторович, какие ошибки чаще всего допускают гомельчане, жители нашего региона, при сборе документов, при подготовке к процессу приватизации? Все-таки основная ошибка, наверное, это после того, когда выносится решение. Все-таки решение действует в течение года. И в течение года наши граждане обязаны нотариально заверить этот договор и, соответственно, уже зарегистрируют свое жилье, переход права собственности, скажем, в органах БТИ. И вот зачастую граждане, ну, причины бывают разные, отсутствие финансовых средств или там еще какие-то причины. То есть, ну, срок этот проходит, потом граждане обращаются, им говорят, пишите новое заявление. Они пишут, и потом начинается вопрос в том, почему такая стоимость. Ведь мне была такая стоимость, а теперь мне... Ну, а учитывая коэффициент стоимости строительства меняется, строительство монтажных работ, он меняется каждый месяц практически, соответственно, за год стоимость на процентов 30-40 может подорожать. И вот это основная ошибка, что затягивают сроки регистрации. И потом, соответственно, обращаются и повторно должны писать заявление. Вот, наверное, это основная такая вот ошибка, которая бы я все-таки предостерег наших граждан, которые хотят стать собственниками. Дмитрий Алексеевич, и все же процесс приватизации сколько времени займет? Это чуть больше месяца? Ну, сам процесс приватизации, он, конечно, от момента принятия решения гражданами и до регистрации, он вообще растягивается даже больше года, теоретически, да, потому что месяц на принятие решения, год на регистрацию соответствующих сделок гражданину дается на взнос первого. Поэтому, теоретически, это вот все время, в которое может происходить процесс приватизации того либо иного жилого помещения. И еще один важный момент для тех, кто нас сейчас смотрит. 1 июля – это всего лишь срок, до которого необходимо хотя бы сделать первый шаг, написать заявление, не так ли? Да, совершенно верно. То есть самое главное не написать заявление, а его зарегистрировать в соответствующих органах по приватизации для того, чтобы дальше можно было оформить, ну, сделать, оформить приватизацию соответствующего жилого помещения. Думаю, со мной согласитесь, для многих по-прежнему самая важная цена вопроса – как составляется оценочная стоимость жилплощади? Значит, ну, оценка приватизируемого жилья производится согласно Жилищного кодекса и положение об оценке, которое утверждено в постановлении Совета Министра 421-м. Это, конечно же, оценка производится на момент подачи, на день подачи, скажем так, заявления. Дальше учитывается стоимость этого жилья, применяется коэффициент строительно-монтажных работ, стоимость строительно-монтажных работ. Дальше оттуда отминусовывается, грубо говоря, износ этого здания. Так же потребительское качество этого жилья осмотрит. То есть, если там, грубо говоря, горячая вода первый, последний этаж, то есть, есть понижающие коэффициенты. А также качество жилой среды, которое колеблется от 0,7, к примеру, на крайне, вот, где-то, да, до… То есть, жилье в центре по понедлению? Да, это уже будет коэффициент 1,3. То есть, соответственно, грубо говоря, на 30% жилье в центре будет стоить дороже, чем жилье, которое в Гомио находится, скажем, вот в советском районе. В целом суммы не из дешевых? Нет, безусловно. Суммы не дешевых. Может быть, для примера сможете сориентировать одна двухкомнатная квартира? Это вот какие разбежки? Здесь сложно сказать, поскольку год строительства, материалы, из которого сделаны, вот эти все качества, в общем-то, материалов тоже влияют на стоимость. Ну и место расположения. Ну, здесь же государство, в общем-то, пошло навстречу, что первоначальный взнос 10%, а сама оплата растягивается до 40 лет. То есть, это… То есть, это рассрочка? Да, рассрочка. И гражданин… Вот, в основном, проблема – это первоначальный взнос. И гражданин, уже подавая заявление, сам пишет, на какой срок он хочет, чтобы ему продлили эту рассрочку. Там, на 20, на 30, ну, максимально до 40 лет. Чтобы люди понимали, эта рассрочка беспроцентная и достаточно легко… Беспроцентная, ежемесячная, да, безусловно. И все-таки сумма за приватизацию не из дешевых. Кто имеет право на льготную приватизацию, а кто и вовсе на безвозмездную приватизацию? Жилищным кодексом определено статью 140-й, кто имеет право на льготную приватизацию. Ну, это относится, в общем-то, там, ветераны Великой Отечественной войны, герои советско-социалистического труда, инвалиды с детства и ряд категорий граждан. Но здесь есть один момент, что льготная приватизация осуществляется исходя из 20 метров квадратных на одного льготника плюс 20 метров на каждого нетрудоспособного, неработающего члена семьи. При условии, что ему была начислена жилищная квота, и он, значит, эти чеки и жилье предоставит, и тогда будет начислена и предоставлена льготная приватизация. Ну, вот этот вот перечень, еще раз повторюсь, определен в статье 140-й. Можно посмотреть, кого это будет интересовать. Игорь Степанович, Наталья Викторовна, допустим, семья не согласна с оценочной стоимостью квартиры. Как действовать, как можно повлиять на ее пересмотр? Ну, если семья не согласна с оценочной стоимостью своей квартиры, а гражданин, тот, который обращается за приватизацией, имеет право заключить договор и провести независимую рыночную оценку. То есть он должен по заключению этого договора известить орган, который принимает решение по приватизации в течение пяти дней. О том, что не согласен, допустим, да? Да, поскольку сроки там немножко сдвигаются на принятие решения до двух месяцев. И тогда, соответственно, оценщик выходит на квартиру, осматривает ее и делает свое заключение. И в этом случае приватизация будет осуществляться по наименьшей стоимости. То есть либо это будет рыночная, либо оценочная стоимость. Та, которая будет наименьшая по той стоимости и будет осуществляться приватизация жилого помещения. Игорь Степанович, какие службы сегодня занимаются этим процессом, независимой оценкой? На сайте Комитета по имуществу размещен список организаций, которые имеют право и могут производить рыночную оценку жилья. Одна из таких служб – это наше предприятие, агентство по регистрации земельному кадастру. Мы тоже занимаемся, проводим такую работу, выполняем работу по заявке гражданина, который хочет приватизировать свое жилье, делаем в течение семи дней. Если человек пожелает, напишет заявление, можем выполнить работу в срочном порядке, это три дня. Примеров таких обращений достаточно много? Ну нет, у нас по городу, наше предприятие, скажем, по городу Гомелю, примеров очень мало, да и не было, наверное, потому что, скажем так, смысла нет в городе делать из практики рыночную оценку жилья, потому что рыночная оценка, как правило, она всегда выше оценочной стоимости. Здесь учитывается больше параметров, чем при оценочной оценке. И, как правило, жилье становится гораздо дороже, и смысла такую работу проводить нет. Наталья Викторовна, это по большей части досудебно решаемые процессы? Да, совершенно верно, это досудебно решаемые вопросы. К нам тоже обращались граждане с такими вопросами, но ни один из этих вопросов, в общем-то, не доводился до суда, поскольку административная процедура на сегодняшний момент законодательно четко определена, все службы работают, соответственно, хорошо в этом плане, и конфликтов таких досуданий... По крайней мере, вы стимулируете к тому, чтобы досудебно решались и эти вопросы. Да, всегда можно прийти к какому-то компромиссу и решить все мирно. Я единственное, что хочу дополнить, что в соответствии с указом 25, который дал право гражданам, несогласным со стоимостью жилья, обратиться к независимым экспертам, то рыночная оценка проводится за счет средств граждан, и в случае, если приватизация будет принята по рыночной оценке, произведена, тогда этому гражданину возвращаются эти денежные средства, затраченные в счет оплаты квартиры или дома. А если нет, то придется платить дважды? Нет. А если, значит, будет все-таки по оценочной стоимости, то эти денежные средства ему возвращаться не будут. Хорошо, допустим, часть суммы уже выплачена за приватизацию. В какой момент человек может считать себя полноправным собственником квартиры, либо дома, и распоряжаться этим жильем, как он посчитает нужным, дарить, продавать и так далее? Законодательно определено, что, конечно, этот момент наступит только тогда, когда человек в полном объеме полностью выплатит стоимость жилого помещения. Если сумма внесена не в полном объеме, либо какая-то ее часть, то это человеку еще не дает права распоряжаться, отчуждать это жилое помещение, дарить, либо производить какие-либо сделки. Допустим, по определенным причинам семья прекращает лет через 10-20 выплаты по рассрочке за приватизацию, договор будет расторгнут. Как понимаю, а вот сумма, которая уже выплачена, она возвращается семье? Законодательно на сегодняшний момент жилищным кодексом определено, что, конечно, если гражданин перестает оплачивать, выплачивать, выкупать свое жилое помещение, вносить эти взносы, то договор в судебном порядке может быть расторгнут. Что касается суммы, она, конечно, может быть возвращена, но это необходимо будет делать в судебном порядке. И второе, что будет через 10-20 лет, сегодня сложно говорить. Я думаю, что эти вопросы будут еще корректироваться, поскольку в ходе возникшей практики на сегодняшний момент это четко не регламентировано. Я думаю, что будут дополнительные какие-то законодательные акты внесены, как будет регулироваться этот вопрос, поскольку возникают и другие вопросы, что человек на протяжении этих лет пользовался жилым помещением, он не платил так называемую арендную плату, как за коммерческое жилье. То есть, возможно, будет перерасчет? Возможно, что-то будет. Возможно, сложно сегодня предугадать, как изменится законодательство и как оно в данную сферу будет регулироваться. Действительно, актуальную тему мы сегодня затронули. Мне подсказывают, у нас есть вопросы из зала, предлагаю выслушать. Пожалуйста. Меня интересует вопрос приватизации так называемого льготного чернобыльского жилья, которое было выделено в те годы. Можно ли его приватизировать? Спасибо за вопрос. Что касается чернобыльского жилья, то лица, которые участвовали в ликвидации последствий на аварии ЧАЭС, то есть лица, которые перенесли лучевую болезнь следствия аварии на ЧАЭС, также попадают под категорию льготной приватизации. То есть, как я уже рассказал, механизм существует. Они также на основаниях, как и для всех льготников, могут приватизировать такое жилье. Правда ли, что стоимость за приватизацию жилья может быть разной, одинаковых квартир, вот рядом двух стоящих домов? Одинаковые квартиры, рядом два стоящих дома, но цена за это может быть разной. Так ли это? Да, это так, действительно, потому что две абсолютно одинаковые квартиры с одинаковой площадью в разных домах стоящих рядом может быть разная стоимость. Первый фактор, это все-таки, как я уже говорил, материал из которого сделаны. Второе, все-таки, срок эксплуатации самого дома, год постройки. Ну, а самый главный фактор, который, к сожалению, не все наши граждане понимают, вот почему эта квартира стоила 100 миллионов. Я сейчас подал заявление, оно стоит 300 миллионов. Потому что человек подал заявление два года назад, а на сегодняшний день, как я уже говорил, стоимость растет каждый год, вот поэтому цена, конечно же, будет отличаться. Войдут ли стоимость приватизации и хозяйственные постройки жилого частного сектора? Сарай, баня, которые находятся на этом дворе? Спасибо. Тоже достаточно актуальный, наверное, вопрос, часто задаваемый. Конечно, да, потому что, ну, понятно, что в процессе приватизации приватизации подлежит не только жилое помещение, но и все хозяйственные постройки, которые находятся на данном земельном участке. Чем их больше, тем платить придется, следовательно. Ну, соответственно, это все оценивается, это все, соответственно, входит в стоимость, и, соответственно, плата при приватизации определяется. В настоящее время чеки жилье, они действенны или уже нет? И можно ли ими воспользоваться, да? Да. Да, конечно, они действуют сейчас, ими можно не только приватизировать помещения. Значит, если у вас есть, например, чеки, то вы можете, жилье неиспользованное, то можете их передать детям, ну, то есть близкие родственники могут передать чеки, жилье своим родственникам для приватизации, либо для строительства, либо реконструкции жилья, то есть они действуют, их сейчас можно использовать в полном объеме. Чеки жилье на сегодняшний день, да, можно сказать, использовать, как Олег Викторович сказал, они действительно, они находятся в обращении. Получить нельзя новые чеки жилья, все, процесс этот завершен, и выдачи новые чеки сегодня невозможно. И вот как было в комментарии, когда граждан напрашивали, это всего лишь чеки жилье, это всего лишь, так скажем, дополнительная льгота государства, да, на возможность приватизировать уменьшение стоимости, так скажем, или, ну, часть паевый, так скажем, взнос. Это не имущество, вот как там говорили, это никакое не имущество. Чеки жилье – это не имущество никакое. Это всего лишь возможность по льготной стоимости приватизировать. Действительно, достаточно много вопросов в студии, много вопросов может возникнуть и у гомельчан, жителей области. Куда можно обращаться за разъяснениями? Ну, в принципе, что касается города Гомеля, то, безусловно, это, конечно же, служба одно окно, где, если касается вопрос приватизации, там все, на все поставленные вопросы ответят. Есть многоканальный телефон 115 в городе Гомеля, куда позвонив каждый гражданин, получит ответ, в принципе, на любой интересующий вопрос. Ну, а жителей районных центров, скажем, наших районных городков, это могут обращаться в службу приватизации, там на все вопросы ответят. Игорь Степанович, знаю, что к вашим специалистам ежедневно приходит до 100 и больше человек. За разъяснениями, вопросами и совершением сделок расскажите, какие сферы сегодня наиболее актуальны? Ну, в самом деле, у нас в среднем на наше предприятие обращается в день около 400 человек. В основном это, как я уже и говорил, и регистрация, и инвентаризация жилья. Ну, еще наша служба проводит и геодетические съемки, выдача справок различных направленностей, те же справки для приватизации. В принципе, это вот все основные виды деятельности. Это по большей части платные услуги? Конечно, платные услуги. Наши, на все услуги платные. Нас бесплатных услуг наша организация не оказывает. Вы представляете Гомельский городской филиал, а как быть гражданам из небольших населенных пунктов? Скажем, такие филиалы, как Гомельский городской, еще в организацию РУП, Гомельское агентство по регистрации, уходят еще 4 филиала. Это межгородской филиал, который расположен в Новобереце, который обслуживает и Гомельский район. Такой же филиал есть в Мозыре, в Речице и в Злобине. Они точно такую же работу проводят, как и городской филиал. Те же часы приема граждан тоже обеспечены специалистами. И, скажем, все вопросы граждан готовы решить. Итак, уважаемые гости, время подводить итоги программы. У каждого из вас по традиции есть буквально по одной минуте для того, чтобы подвести черту в сегодняшнем разговоре. Талия Викторовна, начнем с вас. Ну, наверное, я бы порекомендовала гражданам, которые все-таки не успели приватизировать свое жилье, все-таки в срок до 1 июля 2016 года обратиться с заявлением о приватизации и довести этот вопрос до конца, поскольку все-таки это для каждого будет существенным решением своей жилищной проблемы. Игорь Викторович, поскольку основное, наверное, пожелание озвучили, я бы все-таки еще попросил граждан, которые хотят еще стать собственниками жилья, все-таки в первую очередь посмотреть, подлежит ли приватизация это жилье, поскольку очень много обращений по тому жилье, которое на сегодняшний день не подлежит приватизации. Игорь Степанович, как и ранее говорилось, что последняя финальная точка приватизации жилья – это регистрация. То есть я бы хотел напомнить нашим гражданам, что удостоверенный договор – это еще не приватизированное жилье. Оно будет приватизировано, когда люди придут в нашу организацию и проведут регистрацию этого договора и получат документы на жилье на руки. Дмитрий Алексеевич, итак, 1 июля завершается процесс подачи заявлений на приватизацию. Ваши короткие итоги. Я бы хотел, наверное, чтобы все-таки граждане определились со своим выбором. Либо это будет их собственность, либо они не будут приватизировать свое жилье, как мы уже обсуждали в программе. Арентое жилье не все, вернее, не должно пугать. Человек будет проживать, будет оплачивать. Никто его, конечно, не выгонит при определенных условиях, если он будет соблюдать. Поэтому самое главное определиться и до 1 июля подать заявление. Итак, это были наши выводы. Сделайте свои, на этом ставим точку. Спасибо, что были вместе с нами. Встретимся ровно через неделю здесь, в студии на Пушкина 8. До скорого! Спасибо!